Приказ об отстранении от учёбы. Ниже указанные ученики, совершившие в общественном месте поступок, позорившие школу, будут отстранены на недельный срок. А, на недельный? 11-й Б-класс. Исида Сёя. Директор Петух. А в смысле Директор Петух? Что это? Его зовут так? Серьёзно? Нет, ну быть то, не может. Так, ну ладно, Исида, получается, исключили, ну на неделю всего. И плюс, мы узнали в Комманд-классе, то есть это, не знаю, до какого они учатся, тому себе, в Японии, до 11-го, до 12-го, не знаю точно. Но был он в начальных, то есть был он, значит, до 4-го, ну то есть да, прошло где-то в районе, получается, более 5-ти лет, типа 6-7 лет прошло, понятно. Что спрыгнул в реку с моста Суэмон, с которого прыжки запрещены. И опубликовал фотографии в интернете. Сёя! Ты, извини, что гружу, но можешь забрать Марию из садика? Нет, я вообще-то сейчас под домашним арестом. Да ты ж быстро. Спасибо. Что, мама была, да? И кто она такая, то есть она говорила там, пока мама, то есть у неё есть мама, она постоянно находится у них. Или его мама, няне подрабатывает или как. Всё, я! Тут кто-то есть! Эй, 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 всё хорошо? Ты же вроде как парень не семьи, замёрзнешь. О, смотри-ка, крыса. А что ты делаешь? В смысле, здесь. Ещё и босой. Что не злишься? Ну, на что? Ну, это же я слил твою фотку. Такое поливо. А, так это ты? Ну, ясно. Повезло мне, что это ты. А, в смысле? Да и причину я, в принципе, понимаю, как бы. Разозлись. С какого фига? Это ведь я виноват. Всё! Я кушать хочу! Иду! Ну, это, мне пора. А ты бы тоже шёл домой. Ну да. Тебе что, дочка есть? Это племянница. А-а-а. Всё понятно. Но с ним явно что-то не так грязный. Без обуви. Спит в этой какой-то там трубе, я не знаю, то есть в этой вот фигне. И-э-э, может быть, побил кто-то. Может быть, кто-то издевался, обувь забрал. И-э-э, или может быть, в общем, типа, у него дома нету. Не совсем понятно, но явно с ним что-то нехорошее произошло. Эй! Э-э-э! 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 Э-э! Э-э! Ты есть не хочешь? Э-э? Юдзиро! Э-э-э! Мам! Давай! А-а-а! Э-э! 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 Да блин. Чего дуришь? Мне надо так пугать. Вот, зонтик, бери. Да блин, просто возьми его. Давай, бери. Спасибо. Да блин. Да ты знал. Обуйся. Я их раньше носил, но уже не влезаю. Забирай. Так что у нас все-таки бездомные получается? Чего из дома сбежал? Поссорился. Сёка. Понимаю. Из-за отношений. Кто-то кого-то обидел? То есть, типа, взял шампунь сёку без спроса? Она меня даже видеть не хочет. Да вряд ли из-за такой мелочи. Вы что, живёте вместе? Зонтик над собой лучше держи. У тебя же только один есть. Ну, я сам виноват, что взял только один. А ещё жалко не семья будет, если ты заболеешь. Скажи, вот как тебе может быть столько лицемерия? А? Подобрал бродячую кошку и радуешься? Тебе это просто по приколу, да? Тебя прикалывает, что она не слышит ничего. Да? Вот жестовый язык. Выучил? И что? Придурок. Думаешь, нормальным человеком от этого стал? На тебя даже смотреть тошно. Ну, старается, как минимум. То есть, по крайней мере, у меня к нему уже нет такой агрессии, которая была изначально. То есть, человек пытается исправить свои ошибки. И каждому нужно дать второй шанс. Правильно? Вот, поэтому я к нему никакой сейчас на данный момент агрессии не чувствую, потому что я вижу, что он искренне хочет справиться, искренне хочет изменить все те ошибки, которые совершил в будущем детстве. Вот, и я это приветствую, и это правильно. То есть, человек всё осознал, человек всё понял, человек пытается исправить вот и такое отношение обратно же заслуженное по отношению к нему да но можно все таки как бы если присмотреться увидеть что он делает искренне и хотя бы отчасти типа пойти к нему навстречу ну или как минимум хотя бы не мешать чтобы человек все это исправил и извините меня на протяжении ну что редко вообще кита свой редко что-то говорю редко останавливаю я уже понимаю что из-за того что я делаю это редко то вряд ли получается этого извините вряд ли будут выкладывать на youtube скорее всего на youtube выложить не получится вот просто я не знаю что в тот либо иной то есть нет таких моментов то есть аниме как бы идет и нет таких моментов когда у меня есть какие-то слова либо какие-то мысли которые я хотел бы выразить это что-то у меня подобное есть я останавливаю и говорю а так вот сейчас допустим был длинный такой период когда она просто нечего выразить нечего сказать нечего спросить ну просто смотрю как бы я не ну и это логично то что будут такие моменты вот когда нечего будет высказать правильно вот когда просто нужно смотреть и все вот называя кого фига тоже непонятно вот я наверное то есть получается сижу уже сколько 50 минут до 50 минут уже идет это не мы потом 50 минут я сижу поэтому я наверное встану пойду перекурю вот ну и просто проект пройдусь разомнусь и вернусь продолжим вот так что просто просто пока пас пока что поставлю на паузу и моментально продолжим только и вернусь потому что разминаться периодически надо то может это как-то как-то что-то не так надо пойти пройтись так что через секунду вернусь секунда прошла и можно продолжать понятно еще бы семья наверняка рассказала да это еще тварь сволочь такому и жить-то нельзя просто не хочу чтобы она снова из меня плакала не подумай я не собираюсь встревать между вами тут уж ты поверь но это нужно мне и ради себя самого и нам к это глупым ты понимаешь типа что это маленький мальчик на ли они в каких-то отношениях он просто так это сказано потому что бы он ценит ее он с ней хорошо общается да они в хороших дружеских отношениях как друг он хочет ее защитить вот всяких извиняюсь долбоебов да вот в принципе то и все какой нахрен парень просто напросто ты ты серьезно веришь то что они встречаются ну блин ну не тупи ты в одиннадцатом классе уже пришли ну кстати ты уж прости меня что ты доверчивый такой оказался я и понял младшая сестра семьи о как пошли домой мне же больно простите мне очень жаль отчасти заслуженно я хочу сока перила такая шумова юдзеру нельзя тебя с ним общаться и секу это передать тебя это вообще не касается только меня и сестры о пацан как жизнь молодая чё сегодня надо да я просто зон хочу вернуть пацан да пацан взял пацан вернул да ну вот это вообще-то не парень а она сестра не семьи ну да я так и знал теперь свой на и момент когда он ему типа давай короче переводи еще пинал его туда-сюда и и и здесь и и забота моим сяша голос такой сделали более на га сука на га сука голос сделали две сестры более это мужской не семья у тебя ведь тоже есть списываешься с кем-то с друзьями из нынешней школы да классно может может еще с кем-нибудь хочешь ну добавить кого-нибудь а да тогда я могу сказать чё ты про сахару из младшей школы общаются ну понятно что общается в принципе до сих сша сша ну чего тебе эта сахара хочешь увидеться ну что ты ничего подобного а по-моему кавай у тебя отлично получается точно кавай все же что что такое узнать хочу может помнишь была у нас такая сахара в начальной школе знаешь ее номер то есть сахары прости у меня нет а постой но я знаю где она учится там же где сейчас нао женская академия той а я на мели и сида держи я тебе одолжу что зачем столько мне не нужно не парься сяша сначала дорога потом ужин а потом любовный отель это дело дорогое сестра злится что это ее касается а ты про нее словно забыл прости но придется взять ее с собой у этой сахары получается точно блин я неправильно понял я думал что она и она его направила типа к ней спонтом чтоб он с помощью нее связался с семьей но не знаю в моей голове почему-то это показалось адекватным хотя есть так придумал ну подумать это ну поразмышлять это глупо да типа как бы я тебе номер не дам короче иди он у нее спроси нет она просто он ее спросил ты хочешь кого-нибудь добавить друзья она сказала типа да и потом сказал что хочет добавить как раз таки вот этого сахара и он решил и найти все вот теперь понятно почему стоя я спросила у юдзеру твою почту я очень обрадовалась когда узнала что ты разыскиваешь сахару юдзеру немногое про тебя рассказала рада что мы поехали вместе а а это не семья зря останавливал да чтобы прочитать ну ладно я же не знал что они будут продиктовывать ну прописывать а теперь отсюда нам надо пешком а все 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 看 все трое все 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 ampa станов Ты правильно сказала? Прости, что так исчезла. Извини. Я очень переживала за тебя все эти годы. Нашей встрече очень рада. Не ожидала. Да, правда? Все. А в какую школу ты сейчас ходишь? Да? А как у тебя грудь подросла? Давай проверим. Ты куда? Я в туалет. На минутку. Хорошо. Возьмите купон. Возьмите купон. Держите. Возьмите купон. Возьмите купон. Возьмите купон. Прошу. Заглядывайте к нам. Заглядывайте к нам. Клуб мяу-мяу. Как это они все так в разные школы по итогу попереходили? То есть непонятно, как это у них все образовано в плане, ну, типа, после определенного времени обучения кто-то остается, кто-то переходит в другую, кто-то третью, кто-то пятую, кто-то в десятую. Или как это у них так получается? Ну, непонятно вообще. То есть у нас-то как? Ты пришел в школу учиться, если ты не полный долбоеб, и тебя из нее там не исключат, ты вот, посчитай, с первого класса и до конца школы ты находишься в одной и той же школе. Ну, только в случае, если там родители куда-то переезжают или еще что-то, да, ты, может быть, перейдешь в другую школу. Ну, а так, в принципе, ты изначально в одной, до конца ты в ней. У них это разве иначе как-то происходит? Это Сахара, очень удивлена, что ты выучила язык жестов, не ожидала, и спасибо, что привел Сёка. Ну, Сахара, ну дают. Я так не смогу. О, может попробовать не семью Суэну свести? Че? Да ну, нет ни за что в жизни. Полностью согласен. Ладно, заходим на Гацка. Вперед, в клуб Мяу-Мяу. Клуб Мяу-Мяу. Добро пожаловать. Сколько времени у нас пробудете? Узнала? Он просто за компанию. Она мне, в общем-то, не подружка. В шестом классе много чего было. Честно, стыдно её вспоминать. А, так это было в шестом. Седьмой, восьмой, девятый, десятый. Вроде нет её. Пошли домой. Не поняла тут, что такое рассказывают. О, в гости пришла. Смотри, и поиграть хочу. Может, не семье понравится? Киса! Сестрица, я дома. Не явно что-то произошло. А что? Честёнка. Сувенир. Здесь оставлю. А что случилось? Кто-нибудь расскажет? Они явно были у врача. Ой, ну... Гоу, гоу! Что ты делаешь? Ну, привет. Привет. Ух. Чего? А там мне не семьи. Угу. Всё ещё совсем одна? Угу. Бедняжка. Исида, много воды утекло же. Давай поиграем во что-нибудь? Что? Да не хочу. Исида, ты меня сейчас терпеть не можешь, да? Да нет, не особо. А знаешь что? Я всегда думала, что надо было тогда заговорить с тобой. Прости за началку. А, вон она. Слезь. Кошелёк из нашего магазина. Зачем он ей? Шуть какая. Я его подарил. А? Что? Пока. Давай. Уэна? Неси меня. Давно не виделись. Как поживаешь? Ой. Что? У тебя только один? Уэна, с ума сошла? Чего? Поиграться хочу. Ты ебанутая, блядь. Прям как раньше. Прям как раньше. Сейчас въебут тебе, блин, нахуй пойдёшь. Чему такое? Поиграться как раньше, блядь. Ты что, никуда не... Блядь, пиздец, нахуй. Вообще не повзрослела, что ли? Ты вообще ебудола. Ну, блин, ладно, ещё, если б можно было это списать, типа, там, 5-6 классы. Типа там что? Где эти, да? Там издеваются. И то я этого не понимаю. Ну, ладно. Всё равно, то есть, мог это принять. Отчасти. Блин, прошло уже сколько лет, они, короче, типа, там в детском классе, им скоро там во взрослую жизнь, считай, вступать, да? Учиться, работать и так далее. Тем более, они уже работают. И всё равно, блин, слуховые аппараты. Так иди вон, не знаю, там, вот иди по городу, да? Увидишь там бабушек, дедушек со слуховыми аппаратами. Возьми у них, типа, позабирай их слуховой аппарат и поиграйся. Хули, нет. Это ж, блядь, весело. Это, ебать, как смешно и весело. Прям вообще охуеть. Истинное блаженство. Просто-напросто идти по улице, найти у кого-то слуховой аппарат, спиздить его и поиграться им. Блядь, ёбнутое создание. Да ну, ты что, шутишь так, Исида? Или что? Погодите-ка. Неужели вы двое встречаетесь? Вообще, нет. Мы, мы друзья. Друзья? Это шутка такая, что ли? С девчонкой, над которой издевался? Не, не поверю, ну ржач. Ничего себе. Бля, иди отсюда. О, это из чувства вины, что ли? Вовсе нет. Это из чувства, потому что человеком он стал. Какой же ты стрёмный стал. Человечный. В отличие от тебя, от дуры. Приятно вам поиграться в друзьяшек. Давай, давай, съебала отсюда. Да ничего особенного я не сказала. Ничего такого. Ну, мне уже домой пора. Пока. Аниме вот такое тихое, спокойное. Ничего такого не происходит прям. Давай! Давай! От удивления проснулась. Да, да, да. Притормози для начала. Что с тобой? Что это? Почему сегодня хвост? И что с лицом? А что с лицом? Надо его и сети показать. Карпов тьма требуется людей побольше... Чего? Карпов тьма требуется людей побольше корма. Ждём тебя. А-а-а-а. Понял. Господи, прорыву. То есть я начинал говорить с поводу того, что аниме какое-то такое, ну, прям очень тихое, спокойное. Чего-то прям мощного, не знаю, как это назвать, не происходит. Ну, просто такое милое, романтичное. От счастья. Иди сюда, куда идёшь? Куда иду, говоришь? Угу. В пекарню. Юдзуру попросила меня булки для рыбок купить. У меня есть. Юдзу сама весь. Хочет. Не семья. Не покупай. Погоди. Я могу жестовым? Руками? У меня голос? Раны? Да. О-о-о-о. О-о-о. Прости. Э-э-э. Ни капли. Хороший. Хе-хе-хе-хе. Я поеду. За хлебом. Э-э. До встречи. У меня есть, не покупайте, аж сказали. Стоять. На семья... О-о-о. О-о. Это для меня? Спасибо. Я посмотрю? Что это? Спасибо. Хочешь? Что? Луна! Чего? Луна? Красивая? Красивая? Что-то я не понял этот момент. Чутко. Чуть не допёр. Здорово, освободен. Пошли в киноху. Твой лучший друг Нагацука. Твой лучший друг. Конечно. Слушай, Нагацука, они похожи на Луну? На Луну? Даже близко не похожи. А, конфеты! Нет, похоже, даже не конфеты. Мне их не семья тут подарила. Серьёзно, что это такое? Не случилось что? Чё? Да ладно! Ну, он не понял. Аааа, ты ему в любви хотела признаться. Блин. Не Луну. Лабдуу. Блядь, милаха. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ааа, почему? Никакой особой причины тут, в общем-то, и нет. Ааа? Просто мы девочки, так уж устроено. Ясно. Чего? Слушай, вот Масипа из нашего класса. Говорит, очень хочет с тобой подружиться, Исида. Блин, она постепенно находит друзей хороших. Живот болит. Домой пошла. Она будто бы меня избегает. почему недавно она пыталась сказать мне что-то важное я ничего не понял почему есть интересный сейчас мы идем гулять компании не хочешь с нами хочет девчонка командует не знаю что это кто такая больно фамильярно ведет себя для уберите ее находит откуда они сёко что знакомы из одной началке сахара я сяду здесь да конечно страшновато сахара вы своя на сейчас нормально вообще мы с ней на один факультатив по дизайну ходим на крутая есть чего поучиться начальной школе было страшно типа что-то вроде американский город вообще всего боялась чтобы понять страшно что-то или нет надо сначала попробовать ну не знаю то есть это можно интерпретировать по-разному но потому что типа если хочешь узнать там короче страшно тебе или нет мир там спрыгнуть там с 20 этажа надо сначала спрыгнуть и потом как бы узнаешь страшно или нет с такой точки зрения то есть это звучит глупо может быть с какой-то другой точкой зрения это звучит нормально но не совсем явно я показал себя на американском городе я ни разу не катался вchuо ой бедняжка какая усё ножки дрожат все хорошо ничего себе ты знаешь язык жестов тебе сложно было вообще-то я просто общаться то есть мы не можно вот так несмотря на все но знаете это очень похоже на ну правда совсем как с друзьями да так и есть не знаю почему с лица у нее спала эта хуйня житко ясно она мне не нравится спасибо я пока не отношусь так ну тебя не подозрительно а с просто я хотела чтобы вы как старые добрые времена снова дружили может что-то может измениться если встретитесь кто тебя в этом просил стоп но разве я сам не поступил точно так же мы с тобой здорово похоже скажи не похоже похоже не похоже что она хочет от него я не понимаю не говорит так что значит если бы только не не 7 блин если бы толпы и обык не так не относились все было бы нормально а тем более если вы с ним дружили еще было бы все бы гораздо лучше то есть все жили бы не знаю там долго и счастливо все бы дружили всем было бы классно всем было бы кайфово все бы друг друга поддерживали и все у вас было бы зашибись а то блять не 7 я виновата пиздец чем она виновата своим существованием то что она просто-напросто пришла учиться так же как и вы то есть она что на каких-то других условиях нет то есть в смысле она виновата почему она должна быть виновата в том что вы ебнуты если бы не она мы с сахарой никогда в жизни бы не поругались но и вы симадой остались бы друзьями вот бы все вернулось к тому как было до не семьи мы симадой это я сам все так испортил и седан ты меня ненавидишь вот ее ульта чутка на колесо обозрения хочу же пиздуй стой и 7 пошли на колесо обозрения сестрица подержи пока еще раз на американские горки схожу для этого он отпустил ее с ней зачем для чего блин подойди на жестах объяснить типа что она вот вот такая вот при пизжен и как бы не пускай здравствуй юзеру все я сейчас наверху привет у меня есть секретная запись с колесо обозрения ну-ка ну-ка на мою камеру что блять сестра просто ты блять ты умничка ты просто вообще супер блин девочка прикиньте она просто на просто включила запись дала камеру критна подержи я пойду покатаюсь для того чтобы как раз таки все узнать блин ты вообще-то прелесть просто вообще бляха я не знаю она охуенная знаешь я тебя по-настоящему ненавижу давай-ка без этого я буду говорить медленно чтобы ты поняла ты тоже в принципе можешь говорить когда мы учились в началке я особо-то и не пыталась тебя понять при этом ты сама особо не старалась понять меня верно поэтому и вечно совала мне свой странный блокнот даже если это было ни к чему постоянно улыбалась по-идиотски а если что-то шло не так просто извинялась и все поэтому я решила действовать иначе я явно игнорировала тебя я тебя все время подставляла все время показывала тебе больше ко мне лезть не надо ну а ты что мало того что ты не смогла этого понять ты еще и втянула в это взрослых из-за тебя и сидора стерял друзей и в наших отношениях все тоже пошло в криф и в кость зачем мне нужны твои извинения что мне с ними делать мы обе тогда делали все что могли и если подумать у нас как бы и выхода другого не было но я не собираюсь предлагать тебе вдруг взять и подружиться потому что я все еще ненавижу тебя а ты ненавидишь меня так что поэтому давай теперь жить мирно как люди ненавидящие друг друга пожмем руки ненавижу только себя как люди ненавидишь все друг друга тебя нет ненавижу только себя еще и ударила мразь чепушила дурная блять что думаешь чертила конченые сбросить ее с колеса этого что я думаю прежде всего утопить в канале что нему семья полюбила себя хорошая цель правильная цель эту война зовут да да война они не семья от нее что как-то пострадала почему спрашиваешь кавай сказала что у вас в началке много чего было она сказала не семья и правда почти ничего не может слышать о так может над ней из-за этого вы издевались тогда если она глухая я бы в жизни такое не простил ты небось тоже как это понимать хочешь сказать что я в твоем прошлом какие-то слухи распускаю нужно так кричать ну правда ты совсем не изменился изида что самого детства сплошные неприятности от тебя что у вас все же что у вас происходит знаешь что изида в детстве издевался над одной девочкой в нашем классе ты о чем это кавай он бы такого никогда это чистая правда ты сама такое говорила я никогда никому ничего плохого не говорила про не семью а про не семью да в детстве изида на самом деле издевался над не семей а я при этом пыталась его хоть как-то остановить но он меня и не слушал никогда и я его очень боялась все еще ты как прости кучу к саша саша шо это такое рвота или паническая атака шо это у него я тоже себя ненавижу о изида привет что такое а ничего правда блядь это я ее позвала прости за те слова но если так подумать ты ведь во всем и был виноват но понимаешь если извинишься перед не семей она тебя простит мы тебя тоже простим это спасибо сказал но я тоже минуточку минуточку это уж какое-то издевательство нашли самого виноватого на кого можно все свалить у нас такого права нет у нас нет на он не у нас да ну я не цеплялась к ней между прочим и я над ней уж точно не издевалась в отличие от тебя так что никаких мы пожалуйста на на конечно мы совсем разные я не ржала над ней тупо за компанию ты что а ты что скажешь сахара что скажу но ты сахарой тогда кучу гадостей наговорила я говорила только правду а и все таки сахара скажешь что нибудь я я тогда в то время я боялась вас обеих что ты на чьей стороне с вами не на чьей хватит во всем виноват только я бесит меня твоя логика уэну прекрати уже переиначивать все на свой лад эсида ну правда не стоит хватит сахара ты же снова сбежишь и опять будешь жалеть что трусиха а что с тобой такое эсида кавай замолчи уже ты всегда хотела только одного понравиться всем вокруг эсюша но я то точно на твоей стороне какая моя сторона если ты обо мне ни черта не знаешь хватит с меня я домой саша ничего я не обиделся и вот так вот берет и рвет все узы которые только что связал с этой плюс минус же со всеми на подружился просто эту дуру ебанутую надо было с моста скинуть и все я просто зря сюда пришла да вот прыгай с моста и эсида ну ты и сволочь ты вообще посторонний так рот не открывай а я думал что мы подружимся точно на следующей неделе летние каникулы пойдем может куда-нибудь да да или нет я так и а я вот наоборот все за тебя беспокоюсь вечно сестре думаешь а собой заниматься совершенно не хочешь бабушка ведь сама такая к старичкам навстречу не ходишь только язык жестов и учишь бабушка все это делает для себя поэтому ничего страшного так ведь я тоже все это для себя делаю вот как хорошая ты девочка спорить не буду мама только и делать что выговаривает еще и школу прогуливаю тебя замечательное сердце сёка тоже старается я рада что у меня такие чудесные внучки ты кушай мандю хорошо кушай мандю бабушка привет не семья ты как сегодня я принес очень вкусный хлеб этот хлебушек прямо как ты очень хороший поэтому странно она не пришла у тебя опять живот заболел не странно вопрос эй юдзу бабушка умерла или подождя из-за чего она может оплакать пойду седа привет а не чего это на тебе моя школьная форма же тебе нравится шкалу ходила но сейчас же каникулы а что такое скажи да ничего особенного можешь считать это просто косплей от сестры сообщение пришло я пойду я провожу куда а не надо пойдем но правда не надо ты же плакала только что почему тебя это совсем не касается нет касается я надеюсь почему беспокоюсь я за тебя да давай с моей бабушкой сговорились что ли делай что хочешь спасибо эсида тут уже близко пока а теперь похороны что спасибо эсида тут уже близко похороны это не семьи а не семей это же не фамилия сёку ее зовут блин почему-то постоянно их всех называют по фамилиям и я думаю что это имя вот и я всегда в этом плане путаюсь короче надо к этому привыкнуть все-таки умерла бабушка получается пока пока держись Ютру и седа все-таки мне страшно ну да ну да ну да ну да Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok